Арман не скрывает, что несколько лет назад в подростковом возрасте у него была попытка суицида. К трагедии едва не привела ссора со сверстниками, но со временем Арман смог справиться с трудностями. Во время учебы в школе подвергался дедовщине со стороны взрослых и учащихся. Всегда не понимал, почему дети старше меня такие несправедливые. Но глубоко задумавшись, я пожалел родителей и начал понимать, что жизнь прекрасна. Тогда плохие мысли начали отступать. Нужно уметь бороться за жизнь. Из любой ситуации есть выход. Я хочу, чтобы молодежь понимала это. Сейчас я вспоминаю то время со смехом. В прошлом году четыре случая самоубийства зарегистрированы в городе Кокшетау, Барабайском и Теленоградском районах. Специалисты отмечают, что одна из самых распространенных причин – неразделенная любовь среди подростков. Напомним, что в период за 2015-2017 годы зарегистрирован 41 факт самоубийств. Психологи региона посетили каждую семью, столкнувшуюся с этим горем. Когда мы ездили в эти семьи, где была уже эта ситуация, 20-30% неблагополучной семьи. То есть 80-70% – это благополучные семьи, которых не обязательно одна мама или один папа. Мама, папа есть, семья обычная, благополучная, то есть где есть и местожительство, где нет употребления спиртного, как привыкли к такому. Нет, обычная семья. Но здесь же говорится о душе ребёнка. В целях профилактики несчастных случаев и выявлений уровня стрессоустойчивости проводится анкетирование учащихся студентов. В случае необходимости с подростками работают психологи. Сейчас у нас тем, что мы всё время в гаджетах, к чему мы пришли, что чисто человеческое общение стало очень далеко. Вот сейчас по телевизору очень много шутят, но это на самом деле не шутки, а на самом деле это серьёзные вещи. Почему? Потому что детям не хватает эмоционального тепла. То есть эмоциональный интеллект, если мы будем поднимать детей, то тогда они не будут чувствовать пустоту и одиночество. Когда родители не понимают ребёнка, думают, мы же всё тебе дали, у тебя есть последний айфон, у тебя есть комната, у которых дети ходят босиком, а у тебя всё это есть. Чего тебе не хватает? Чего не хватает этим детям, уважаемые родители? Им не хватает эмоционального тепла, им не хватает просто разговора. По словам специалистов, подростки и дети не знают, как справляться с трудностями. Даже малейшее препятствие порой кажется непреодолимым. Каждый подросток нуждается в поддержке родителей. Специалисты отмечают, что найти выход гораздо легче при помощи близких людей и профессионалов. Анель Бесинбаева, Макпалай Бабина, Дархан Мужибаев, Боржан Смогулов, Кокщаяк Парад.